Ну, то есть, понимаете, мы часто страдаем, не зная того, что происходит, а у нас жизнь, она давно течет, мы вечные же существа, и закономерности часто мы не понимаем. Но надо просто принять этот факт, что все происходит не зря, что все на все воля Бога. И тогда человек спокойнее начинает жить. Вы сейчас, вот такое у вас состояние протеста против этого человека, вы протестуете против него, как вы хотите. Да, он очень сильно обидывает. Ну, это вы на судьбу на свою обижаетесь, получается. Вот мне сейчас что с глазом сделать? Убить его, что он болит? Видите, с моим глазом, когда мы не убиваем, да? Если мое что-то болит, мы ничего так... А если муж все-то не так делает, вроде бы не мое получается, да? Можно уже обижаться, да? Но муж тоже мое, Бог ведь вам дал, вот он, такого человека. На самом деле, вот взять других людей, вот с кем вы можете жить с человеком, он будет вестись одинаково с вами. В зависимости от вашей судьбы, он так себя ведет. Все. Так устроен этот мир. А мне сейчас... У вас есть противоречия, понимаете, люди, когда узнают, как правильно жить. Первое, что с ними происходит, они думают, что вот эту жизнь правильную им должны устроить родственники. И они пытаются всех менять вокруг себя. Настраивать все под свою, так сказать, катушку. Это очень эгоистическая платформа, неправильное восприятие мира. Надо, наоборот, учиться всех любить, если ты знаешь, как правильно, вот и делай, как правильно. Чего ты других-то мучаешь? Они же не знают. Вот он не знает, как правильно у вас. И что вы его мучаете? Придет время узнать. Но если вы будете его мучить, то он вообще никогда не будет узнавать. Он будет протестовать против... Ну что, он будет думать, вот у меня жена была хорошая, а когда она начала вот все изучать, она стала плохая. И зачем мне надо таким тоже плохим становиться? Он так будет думать. Он уже сейчас так думает. Видите, как вы портите человека из-за своих корыстных желаний. Не даете человеку последовательно развиваться. Вот он сейчас уже лучше, чем был два года назад, допустим. Так ведь? Так. А вы не даете ему развиваться, вы его мучаете. Вот если бы вы его не мучили, он бы уже давно был ангелочком. Когда человека не трогают, он спокойно развивается, развивается. Он же рядом с вами находится, вы меняете свою жизнь. И он меняется тоже потихоньку. Но это не быстрый процесс, а вы хотите быстрее, потому что вы хотите счастье. Это означает эгоизм. Только надо с людям служить, учиться. Надо учиться служить, заботиться обо всех. Эгоизм побеждается бескорыстен. Вот эгоистично себя чувствуйте, заботьтесь о других. Помогайте всем. Будет легче. Да, хватит, хорошо. Спасибо большое. Хорошо. Ну вот мужчина. Вы. Олег Иванович, приветствую вас еще раз. Спасибо. На самом деле у меня вопрос, наверное, чисто мужской. Нормально. Меня интересует в первую очередь сейчас финансовая составляющая жизни. То есть я хочу больше позволить для себя, для своего развития, для своей семьи. Можете ли вы что-то такое общее, базовое, порекомендовать, либо в ней конкретное, чтобы поток денег больше понравился? Давайте я сейчас на вас насыплю деньгами просто. Он будет поток. Прикольно будет. Прикольное, видите? Мой хороший, у вас в принципе неправильное мышление. Когда человек думает о деньгах, он становится нищим. Когда он думает о том, чтобы пользу приносить, становится богатым. Но не сразу. Вы, если так настроены сейчас на деньги, вот четко на деньги, то вы просто разрушите свою жизнь. Вы знаете, вот нищие сидят на улицах, которые вот так вот руку тянут и кричат «подайте». Это люди уже в крайней степени настроены на деньги. В крайней степени уже. То есть они хотят только денег и все. И поэтому они нищие. Чем больше человек хочет развития, работы над собой, помощи людям, тем легче ему отдавать, этому человеку. Вот даже я видел лектора, допустим. Я знаю, некоторые лектора хотят денег. Они приходят в зал, и люди напрягаются, просто глядя на них. Просто глядя на них. А если ты реально хочешь помочь людям, то тогда все наоборот происходит. Это всегда и везде. Допустим, помню, в Лос-Анджелесе в один красивый-красивый магазин зашел. Люди такие красивые, продавцов красивых подобрали. И они такие улыбаются, бегут ко мне. Такой я в магазин зашел. Я смотрю прямо, и они хотят от меня денег. Хоть они такие счастливые, добрые все. Я такой, нет, нет, я пошел отсюда. Я даже не стал туда заходить. Я не смог просто. Нереально. Но в том, что люди просто, ну, вот. Это же, ну, как вы знаете, печень болит, человек. А, печень болит. Все, у меня печень болит. Все, он умирает. Настроился на смерть этот человек. Я изучаю очень серьезно эту тему. Допустим, я сделаю длительно такие статические упражнения. Иногда каналы тонкие прочищаются, и в каком-то месте начинается боль. Я знаю, что если я на молитву не настроюсь, а настроюсь на боль, то в этот момент я не смогу дальше делать упражнение. У меня не будет сил просто. Я настроюсь на молитву, и боль сразу начинает проходить. Уходить начинает. Хочешь же замуж, допустим. Жениться сильно хочешь. Замуж. Девушка сильно замуж хочет, она не может выйти замуж. Почему? Потому что это желание отталкивает людей. Но если она счастливая внутри себя, и ничего не хочет, радуется всем, всех любит, то она притягивает сразу к себе. Молодой человек тоже хочет жениться, ходит, смотрит на всех девушек, и всем неприятно. Он думает, что он ходит, высматривает. Вот. Но если он такой благородный, добрый, заботливый такой, хочет помочь, тогда всем приятно. Человек пока не стал самодостаточным, он не может рассчитывать ни на какое развитие. Кроме того, даже если говорить о том, чем заниматься, чтобы быть эффективным, даже в этой связи, то это тоже означает развитие. Вот если человек делает что-то, допустим, он трудится, работает над чем-то, ему легче понять, что ему делать дальше. Ну, то есть развитие мужчины идет в действии всегда. И этому приходит свое время, понимаете? То есть сейчас не нужно думать о том, чтобы иметь больше денег и вам, и вашей девушке. Вы оба развиваетесь, у вас идет развитие. В развитии человек должен думать больше о молитве, о работе над собой. То есть надо погрузиться в это. Бог вам дает достаточно денег, чтобы жить. Вам хватает. То есть вам с голоду не умирает. И этого достаточно. Нужно сильно настроиться на развитие. Сколько вам лет сейчас? 28. Господь, я помню. Ты в 28 лет продал свою комнату, купил лекарственные травы и поехал с женой в пансионат в один, вместе с командой помощников, творить людям добро. Просто как бы мы служили людям, все, и не думали о себе вообще никак. Это дал усиленный толчок к развитию моему, как Личности. Но не знаю, что вам так надо сделать. Я просто вам говорю о правилах жизни, этой жизни. Если человек не понимает их, он никогда не станет развиты. Иногда, допустим, богатые люди не сильно думают о других, но они также не сильно думают и о деньгах. Они очень включены в деятельность, им нравится что-то делать. Это тоже хорошо. Но лучше думать о других еще лучше, потому что в этом случае люди тебя будут любить. Тогда у тебя будет стойка команды формироваться, текучки не будет там и так далее. Ну, то есть, любая привязанность к себе всегда разрушает жизнь. Есть две мотивации у человека в жизни. Одна мотивация, она насильственная, то есть, мотивация собой. Нам надо дышать, нам надо пить, есть, квартира нужна, жена и все прочее. Эти мотивации, они мучают, человек не может от них отличиться. Деньги нужны. И эта мотивация, она разрушает жизнь, потому что она истощает психику человека. Это мотивация страха. А есть мотивация любви или служения. Человек должен разумом заставить себя слезть с этой мотивации страха, иначе он становится несчастным, замученным человеком. Просто вот начните, станьте радостным. Через год вы не узнаете свою жизнь. Она поменяется полностью. Появятся новые возможности, новые друзья, новые люди. Развитие мужчины всегда идет через две вещи. Первое, это если его любят люди, друзья, знакомые. Второе, это уважение к старшим. Когда мужчина сильно уважает старших, у него очень сильный социальный рост в какой-то момент начинает идти, когда реально это уважение становится правильным. Любовь к друзьям, забота обо всех дает возможности развития вширь. то есть какие-то предложения новые появляются. Но если человек думает, то как никак он разрушает свою жизнь. Благодарю вас. И если можно, в принципе, про родину еще вопроса. Спросите. Смотрите, я вот сейчас, пока уговорили, осознал, что я вырос в богатой семье, у нас постоянно деньги требовали. Семья, род с ребенком, который постоянно испытывал лепатку денег. Ну, меня это питалось. Возможно, сейчас во мне работает как раз эта программа «Репатка денег» и «Стремительное желание» и «Ингерие». Что я могу такое сделать, чтобы постараться открыть эти мысли и стать более свободным? Вот смотрите, введок говорится, если ты на человека обиделся, сделай ему что-то хорошее. Если ты жадный, дари подарки. Если ты ленивый, двигайся. Если у тебя низкий тонус, встань. Если у тебя нет концентрации внимания, сосредоточься. Ну, то есть, нет каких-то искусственных действий. То есть, если вы чувствуете, деньги вас дают, ну, тогда их отдавайте другим. Заботьтесь о других людях с помощью денег. И вы нейтрализуете эту силу. Любая сила нейтрализуется другой силой. Но, просто поймите, саму природу никуда не денешь. Ваша природа это бизнесмен. Есть правители, есть ученые, есть бизнесмены, есть творческие люди. Вы бизнесмен. бизнесмен — это человек, который у него в настройках находится понятие, что именно богатство и такое процветание является сутью жизни. И настоящий бизнесмен, успешный, он понимает, что процветать должна страна, люди вокруг должны процветать, а не он. и он поэтому думает об этом. И тогда все люди уважают его сильно, привлекаются этой личностью. Он становится нужным человеком. Настройка на процветание, вы ее никуда не денете, она — это ваша природа. Вы от нее не избавитесь, просто ее правильное русло нужно направить. Допустим, правитель, он мотивирует, он как бы считает, что все правильно должно быть в стране, он как бы настроен на власть, на то, чтобы все было правильно. Ему нужно действовать в этом ключе. И психика, характер, все настраиваются в этот лад у человека. Ученые он как бы хочет, чтобы знания люди имели, чтобы они читают знания всех, всем поможут. Правитель считает социальное устройство, поможет быть счастливым. Безусмин считает процветание, всем поможет быть счастливым. А творческий человек считает, что любовь к труду поможет быть всем счастливым. И поменять природу невозможно. Вот у вас такая природа, и уже у родителей такая же природа. Вы таким как бы родились. Ваши жены такая же природа. И вы ничего с этим не сделаете. Это ваша жизнь. Поэтому просто настройтесь правильно, и все придет в свое время. благодарю вас. Можно раз было совсем полюбой. Где-то вот обролом уже микрофон. Здравствуйте, очень приятно. Вас, Евгений Геннадьевич, вы изменили мою жизнь. Благодарю вам. Очень сильно полгода назад. Вообще у нас просто жизнь была совершенно другой. Мне рассказали о вас человек, который совершенно нечаянно сейчас оказался рядом с нами. Я вообще в шоке, у меня аж уши загорелись. Вот, я могу сказать, что очень вам благодарна, спасибо. Правда, все изменилось в жизни. И еще один вопрос, может быть, вы мне подскажите. Можно ли как-то узнать точное число, либо приблизительное, либо дату, когда стоит зачать ребенка, если женщина этого хочет? Или такого не существует, просто через 3,5 месяца? Я и знала больше всего. Я же говорю, о моих вопросах. Я просто чувствовала, я готовлюсь к нему и думаю. Ну, вы спросите вот на первом году девушек. Подожди, сейчас мы с микрофоном общаемся. Садитесь. за что-то всегда это дает. За что-то? Да, и для чего-то тоже, конечно, все мы должны научиться быть сильнее, но не всегда мы можем победить судьбу. Иногда судьба очень тяжелая. Что за опухоль? Чего? А, Лейко, вы говорите, по-другому вопросу? Ого, серьезный болезнь. Вот, для этого вопроса, как вы знаете, что нам делать любителя? Я могу только одно сказать. Если вы будете, он будет двигаться долго, долго идти, долго двигаться. Если он сможет довести эту цифру, допустим, до раз в день ходить по 12-14 километров. Раз не в день, а раз в 4 дня. 6 лет маленький слишком. Ну, вот, такие болезни движением лечатся, потому что, как бы, опухоль, это означает, что застывает организм, не хватает сил побеждать. Я не знаю, что может назвать. Я бы, вот, если бы у меня такая ситуация была, это я вот это трогаю, да, и такое броскою. Просто не знаю, кто у нас. Просто вот нам родители, я вот знаю, что для 7 лет, у матери с ребенком как-то одна анатентика, да? Я бы, я бы, вот если такая ситуация, я бы просто молился. Ну, потому что, ну, что, ребенок 7 лет, его ничего не заставишь делать. Для человека опухоль надо двигаться и поститься, двигаться и поститься. Движение поста, оно как-то может поменять ситуацию. если у вас, как бы... это подъекте еще дана, понятно, да, что, это питание, как понять, для чего, для чего, нам родители, или как они, за что, какие-то питания. были лекции, давно мы слушали? Давно. Все в этом мире давно для того, чтобы мы приблизились к Богу. Другой причины нет. Понимаете, в этом мире все соткано и страдаемо. Все вещи, которые происходят с нами, они имеют глубокую причину. и я не могу вам говорить сейчас о вашем ребенке, потому что, как бы, есть вещи, которые человек не может выдержать. Иногда человеку надо здесь быть, иногда в другом месте, и как бы мы с этого не можем поменять. Спасибо большое. Господь, еще у меня сегодня из нашего отделения санкологического мама сентября потеряла ребенка такого возраста и такой же радости. Вот она хотела спросить, вот за что и за что и за что вот сейчас вот это. Вот такие дети всегда попадают вверх, в рай. То есть причина, почему они уходят из жизни, им здесь делать нечего. Ну, то есть они как бы... Понимаете, мы думаем, что вот здесь только жизнь находится. На самом деле жизнь в разных местах бывает. Живое существо вечное, оно не умирает. И иногда дети рождаются на короткое время здесь, чтобы перестрадать и потом дальше идти, ну, куда-то более чистые, светлые места. Ну, как бы ваш ребенок сейчас в таком месте находится. Сейчас уже не страдает, а вы страдаете, потому что вы хотели испытывать счастье, находясь рядом с ним. Счастье оборвалось. Вот так вот устроен этот мир. Есть вещи, на которые я не смогу вам ответить, так, чтобы вы были удовлетворены. Это сиянь, я не могу кривить душой, кривить душой. Ваш вопрос. Давайте я сам буду выбирать, кто, кто, что вы захватываете микрофон. у меня два года назад ушел от меня муж, скорбь из моего сердца не уходит до конца. Я понимаю, что объем работы очень большой. Да нет, никакой небольшой вообще. Просто у нас есть экзамен, который называется вера. Вы верите в человека, надо верить в Бога. Когда в Бога поверите, тогда все закончится. Вся ваша проблема. А то я понимаю, а как почувствую сердцем? Трудиться сердцем надо, что тут чувствовать? Трудиться, надо пытаться понять, что человек зависит от Бога, а не от человека. А вы думаете о человеке все время, его обожествляет. Скатывается мозг безбедом. Если меня подогревает то, что человек он просто соткан с желанием. Вот ему захотелось чего-то другого получше, и он пошел туда. Потому что есть люди зрелые, разумные, а есть слабые. И еще о слабом человеке думать, мечтать. Какой смысл? Вы его обожествляете. Просто вы его делаете в своем сердце таким, каким он не является. я сейчас сравниваю его, этого человека и ваши мысли о нем. Вы даже когда рядом с ним находились, вы к нему относились лучше, чем он есть. Обычно это приводит к разлуке, потому что когда человек сильно боготворит человек, тот не выдерживает. Поднимите руку, у кого так было, что вас сильно так любили, что вы не выдержали и ушли. Видите, вот сколько любил. Нереально вот, когда сильно человека любишь, рядом находиться нереально. Иногда приезжаю в какой-то город, и какая-нибудь женщина бежит, Олег, и ко мне такая бежит. И мне страшно стало такое сильное воздействие, что хочется тоже убежать в этот момент. мы слабые, это Бог может любовь любую принимать, как солнце. Любую любовь может принять человека. И поэтому человек, который хочет сильно любить кого-то, он должен переключиться на Бога. И тогда он становится счастливым. Был такой великий святой, жил в Индии, и он очень сильно хотел любить. И он одну женщину так сильно полюбил, что на свидание, когда там шел сезон дождей, сильная была гроза, и он поплыл через Гангу, чтобы с ней встретиться, прям дождь лил, и он захватился за бревно, оказался потом крокодил, выяснилось. это исторический факт. Он потом полез на забор к ней, потому что никто не открывал, и увидел, там веревка какая-то висит, но зацепился, оказалось, змея, по ней забрался наверх. В общем, веселая у него была такая ситуация. Когда он прибежал, залез к ней на балкон, по-скользким этим всем, короче. Ну, в общем, постучался, она ему открыла, вот, и когда он ей все рассказал, она ему говорит, слушай, так если бы ты так Бога любил, ты бы святым человеком стал, а ты просто человека так любишь, так же это нереально. И он это понял, представить, такой разумный человек, он сразу развернулся и пошел в святое место отдать свою жизнь Богу. И по дороге он увидел одну женщину очень красивую, опять влюбился. А женщина была святая, и у нее муж такой же был святой. И жили там просто, бедно очень. И он зашел к ней в дом, говорит, мужу, говорит, я не знаю, что такое, я, говорит, не могу себя заставить Бога любить. Девушка вашу жену увидела и привязался к ней. Она мне понравилась. Он посмотрел на него так внимательно, посмотрел, этот человек говорит, ну, иди, можешь воспользоваться моей женой, что хочешь, то и делай с ней, я тебе разрешаю. И он говорит, а вы что, ну, говорит, идите, не бойся, это тебе поможет. А жена послушная была, она пошла с и он говорит, распусти волосы. Она взяла, распустила, и он ей говорит, дай мне вот эту вот заколку. она ему дала, взял себе глаза выкол. Слепой дальше пошел. Потом говорится, что он так молился, Бог его довел до святого места сам. Такой великий святой стал. Все люди, которые привязываются к человеку, они входят в жуткий стресс, потому что человек не может столько дать любви, сколько мы хотим. То есть, если я хочу заботиться о человеке, это нормально, но если я хочу препятствовать вере в него как в Бога, то есть любовь иногда веру перерастает, начиная обожествлять его, думать, что он такой возвышенный. Это никто не выдержит. Это нереально. Потом человек уходит, и ты попадаешь в стресс жуткий. Пока на Бога не переключишься, стресс будет продолжаться. От периода в жизни это вообще никак не зависит. Это зависит от веры просто. А Вы можете сказать, развод официально вам как-то подвинет или нет? Пусть сам разводится. Не надо вам вообще с этим заниматься. Надо отречься от этого человека. Еще и развод вы рядом с вами. Там другие мужики есть? Ну, построите глазки другим мужикам. Отвлекитесь от него. Если уж вы не можете орудий думать, ну, как-то решите ситуацию. он... Ну, вот то, что вы сейчас рассказываете, при этом раскладе люди обычно не возвращаются. Вот если вы хотя бы чуть-чуть были спокойнее, хотя бы вот чуть-чуть себя пришли, тогда был бы какой-то шанс, чтобы этого человека можно было вернуть. Но у вас этого шанса нет, потому что вы теряете себя. Потерянный человек никому не нужен. Нужно чувство собственного достоинства, чтобы сильно работало. Когда девушка замуж выходит, у ней чувство собственного достоинства сильно работало, красивое, вся такая самодостаточная. 800 и поэтому оно нравится. А если женщина забита, зачухана, замучена любовью, влюбленностью, несчастная, зависимая, униженная, никогда не понравится. Когда вот человека чувство собственного достоинства смещается вниз, он теряет красоту. Любой человек. Что мужчина, что женщина. И даже если чувство собственного достоинства смещается вниз, то человек не может даже на работу устроиться, потому что его тоже он никому такой не нужен. Пока человек не может, не приходит в себя, пока он не чувствует себя самодостаточным, он даже на работу устроиться не сможет. Его удел — это просто не считая страдания. Восстаньте против привязанности к человеку. Это унизительная позиция. Любите Бога и служите людям. Можно симпатизировать человека. Можно как бы... Любовь — это не влюбленность. Вот вы влюблены. Любовь — это другое. Это когда ты верен человеку, ему служишь, заботишься о нем. Хочешь, чтобы он был счастлив. Это любовь. Она свободную природу имеет. Допустим, ты любишь человека, он, допустим, там говорит, я ухожу от тебя. Ты смотришь на него и думаешь, что если ты считаешь, что это тебе поможет, тогда смотри сам, уходи. И когда он уходит, ты просто чувствуешь, ну, как бы, конечно, неприятно. Но также понимаешь, что он сделал ошибку, и ему будет трудно. Поэтому стоит только сожалеть о нем, об этом человеке. Но вы не о нем сожалеете, вы сожалеете о себе сейчас. Ваше ожидание этого человека — это жуткий эгоизм, на самом деле. Вы думаете только о себе, о своей любви. Вот. И поэтому это безнадежная ситуация. Но если человек также думает о Боге, то получает все наоборот. Поэтому свои чувства лучше отдавать Богу, а не человеку. Сильные чувства. А симпатию, служение, заботу можно отдавать человеку. Это чисто правильно тогда будет, такая жизнь строится. Правильно. Когда мать сильно к ребенку привязана, он становится тоже эгоистом. И причем ее тяганит постоянно. Злится на нее, капризничает, спорит с ней. Потому что он не может выдержать нагрузку ее привязанности. Она от него хочет того, чего он не может ей дать. Потому что он не Бог, опять же. Если мы пытаемся свечку разжечь, как солнце, она гаснет. Дуем, дуем, чтобы она разгорелась, и она гаснет. Потому что она не солнце. Так иногда жена мучает мужа, хочет он больше ей счастья дал. Он не может и уходит. Это все признак неправильного мышления. Откарабкивайтесь. Вам сейчас может помочь природа. Люди поменьше думать о себе, побольше с людьми общайтесь. С людьми побольше что-то делать или о других. Забывайте про себя, забывайте. Когда судьба мучает, человек сильно сковывается на себе. Спать не может думать о себе. Это признак действия судьбы. Судьба приковывает к себе человека. Человек отвлекается от себя, он побеждает судьбу. Делайте что-то для других. молитесь, думайте о Боге, забывайте про себя. На природу идите, забывайте про себя. Любите птичек, деревья, все. Делайте добрые дела, забывайте про себя. Заботьтесь о людях, забывайте про себя. И постепенно отойдет сердце от этой зависимости.